Привет всем, с вами Макс Амира. А вы знаете, что на небе России недавно заметили небесного титана? А недавно в Китае увидели райские врата. Райские врата. Мы же все хотим там оказаться. На самом деле я не хочу рассказывать в этом блоге о том, к чему приведут райские врата в Китае или там то, что у нас на небе происходит. Дело в том, почему нам это нравится. То есть речь не об Армагеддоне и всяких таких штуках, поэтому если они вам нравятся, ну извините, это не ваше видео. Не, ну если по чесноку, вы во что больше поверите? Что ваш друг заработал миллион на битке? Или что он видел пришельцев? Ну, перефразирую, что из этого вам будет интересней? Ну честно. По-любому про пришельцев. Че там, господи, деньги это... А вот иная цивилизация, это для нас имеет очень большое значение. Вообще мы с древних времен верили во что-то высшее, поэтому нас настолько это удивляет. Мы интуитивно чувствуем, что этой жизнью управляет что-то неопознанное, что-то запредельное, непонятное нам и очень великое. И когда мы видим любое отклонение от нашей жизни в виде вот этих всех объектов, там НЛО, пришельцев, мы сразу вспоминаем о том, что мы здесь, ну блин, не просто так живем, там тусуемся, что-то делаем. Есть еще какая-то жизнь, которая имеет большое значение. А возможно, все это время эта жизнь влияла на нас, но мы как-то забыли про это. Да вообще в любую деревню заедешь, там целый отряд гадалок, всяких целителей. Вроде посмотришь, деревня как деревня, но пообщаешься с населением и понимаешь, что это место силы, это единственное место на земле, в котором происходили вот такие-то события. Я ни в коем случае не обесцениваю эти разговоры, потому что мистика существует и она имеет место быть. Но дело в том, что иногда, иногда людям просто неинтересна собственная жизнь. Иногда кажется, что сама жизнь, она пустовата. Но что тут может быть интересного, когда ты в принципе занят двумя вещами, то есть семья и работа. Там мистика редко встречается и кажется, что она где-то в другом месте. И в этом вы правы, жизнь не должна ограничиваться только этим. Стремиться к чему-то высшему, наблюдать. Это красиво, это интересно. Но я просто хочу сказать, что если вам нравятся вот эти всякие инопланетные дела, там, вторжения, расследования, и вы чувствуете такой нереальный подъем энергии после этого, вот прям искра какая-то появляется. Это первый показатель того, что ваша жизнь вам не так интересна. Я понимаю, что вам это не понравится, то, что я сказал. И вы скажете, ну как, я же должен во что-то верить, чем-то интересоваться. Так вот это и есть наша жизнь, то, чем мы должны интересоваться. Вы попробуйте хотя бы вот в один из дней разделить его на части. Ну, например, представим, что это сценарий. И у него есть определенные сцены. И у вас такая сцена. Я иду в магазин. Следующая сцена. Я покупаю продукты. Следующая там, я еду в метро, и там, я на работе. Понаблюдайте за всеми обстоятельствами, которые происходят вокруг, за людьми. Не с точки зрения участника, а с точки зрения, что вы смотрите на это со стороны, как явление. Если у вас это действительно получится, ну, прям на 100%, вы прям сосредоточьтесь. И реально на 100% проедете в метро, посмотрите, что происходит с людьми. Вот эта вот атмосфера, которая там находится. Какое ощущение, когда вы посмотрели на одного человека, на другого, что меняется. Вы увидите, что вот это то самое высшее, которое мы видели вот в этих всех чудесах. Ну, я думаю, каждый хотя бы раз в жизни видел. Оно как раз через вот эти ситуации, через этих людей, оно и проявляется. И оно всегда с нами разговаривало, мы просто это не слышали. Все там что-то болтают, шевелятся там, куда-то суетятся. А ты чувствуешь такое вот безмолвие, что ли. Какую-то вот наполненность момента и тишину. Вот в этом во всем гамме ты видишь тишину. И это намного круче, чем всякие эти небесные гиганты. Если вы это хотя бы раз в жизни почувствуете, вы поймете, что наша жизнь полна чудес. И они встречаются каждый день. Мы просто не обращали на это внимания. И все эти видосы с пришельцами, все эти небесные гиганты уже будут вам не так интересны. Да, пускай это будет. Но восторг будут вызывать уже не эти видосы, а просто наша поездка на работу. Ну, разве это не круто? Ну, так по чесноку. Если для вас эта тема действительно, ну, была полезна, то я буду вам благодарен, если вы поставите лайк, репост и покажете мне, что это имеет какую-то актуальность. А значит, есть смысл делать это дальше.